Всем привет! Это видео будет полезно для того, кто собрался покупать дом или участок под строительство дома. И на вопросы мне сегодня отвечает Безруков Анатолий Михайлович. Поехали! Поговорим про деньги. Когда люди решились купить дом, вот уже решились, уже договорились, уже все скидки выторговали, уже продавец согласился. Сумма определена. Как правильно передавать деньги при купле-продаже дома? Ну, идеальный вариант, конечно, передавать деньги после того, как будет зарегистрировано право собственности. Если мы стоим на стороне покупателя и мы сейчас рассматриваем ситуацию со стороны покупателя, то, конечно, лучше для него сначала зарегистрировать утром стулья, а вечером деньги. Но также продавец не согласится. Есть продавцы, которые могут согласиться. Почему бы это не пообсуждать? Но на самом деле, даже если продавец не согласен, он тоже хочет быть уверенным, что он свои деньги получит. Есть механизмы, которые позволяют соблюсти интересы обеих сторон. Соответственно, продавец будет уверен, что деньги вот лежат и ждут его. А покупатель будет уверен, что деньги он отдаст. Расстанется с ними только в тот момент, когда уже сделка пройдет и никаких препон для государственной регистрации права не возникнет. Ну, это традиционные способы. Здесь ничего принципиально нового человечества не изобрело. За последнее время, ну, это такая штука, посредник, это должен быть человек, которому доверяют обе стороны, да, и который никуда не денется. Нет, реально, это действительно посредники. Просто роль этих посредников выполняют те, кто этим занимаются профессионально. Это может быть банк, если мы передаем деньги через банковскую ячейку. Это может быть банк при безналичных расчетах. Ну, например, аккредитив, есть такая форма расчетов. Либо это может быть нотариус, в депозит которого вносятся соответствующие суммы. Ну, есть всякие вещи, пока еще не получившие широкого распространения, там, скроу, счета и прочее. Но, по сути, все эти способы, они сводятся к тому, что, да, действительно, между вами есть посредник. Просто желательно, чтобы это был не Иван Иванович, которому стороны будут доверять или не доверять. Да, чтобы это был, ну, тот, кто занимается этим профессионально с лицензией банка, нотариус. Ну, то есть, если грубо описать эту ситуацию, то я, как покупатель, несу деньги кому-то. Ну, например, нотариусу. Отдаю эти деньги нотариусу. Нотариус эти деньги берет, кладет к себе в ячейку и говорит продавцу. Продавец, деньги у меня, подписывай все документы, чтобы право собственности перешло покупать. И, более того, продавцу он эти деньги отдаст только после того, как пройдет государственная регистрация. А если на стадии государственной регистрации вам регистрирующий орган, Росреестр скажет, что что-то со сделкой не так, не хватает каких-то документов, они оформлены неправильно, или вообще есть какие-то запреты на совершение сделки. Ну, вот мы уже говорили сегодня про возможные аресты, например, в связи с долгами. То в этой ситуации деньги возвращаются назад покупателю, сделка не состоялась. Оба взаимно недовольные расходятся, один искать покупателя, другой искать другой объект. Ну, то есть это гарантия того, что ваши деньги никто не заберет и с ними не исчезнет, грубо говоря. Да, конечно. То есть нужно поступать именно так, через посредников, через официальных посредников. Это банк, может быть, это может быть нотариус, это может быть какая-то ячейка. В общем, это все те люди, организации, которые имеют право этим заниматься. Да. Они какой-то процент берут за это? Ну, где-то это фиксированная плата, вряд ли это прям процент от сделки, но какую-то плату они за это, конечно, берут. Ну, лучше воспользоваться, мне кажется, дорогие друзья, то есть это не какие-то гигантские деньги, я думаю. В общем, чтобы сделка прошла хорошо, удачно, никто вас не обманул. Пожалуйста, пользуйтесь услугами нотариуса или банка для передачи денег. На самом деле, пару слов еще добавлю, для продавца ведь не так страшно, по большому счету, что деньги ему поступят чуть позже, после государственной регистрации. Потому что, если у нас есть отсрочка по оплате, то тот объект, который продан, он находится в залоге у продавца до момента, пока не будет произведен полный расчет. Это еще один законный инструмент, который позволяет уже продавцу, в свою очередь, быть уверенным в том, что с ним расплатятся. Поэтому это тоже возможно рассматривать как вариант, закрепить отсрочку по оплате, при этом указав, что возникает залог в отношении продаваемого объекта недвижимости. Это добавляет чуть больше головной боли, потому что потом этот залог нужно снимать, запись из реестра исключать. Но, пожалуйста, можно это использовать в качестве инструмента. Когда передаются деньги продавцу, то мне кажется, продавец можно не подождать. Пусть деньги подышат в ячейке, но в конце-то концов, продавец же ждал до этого полгода или год, сколько он там продавал свой объект, но подождет еще пару месяцев. Ничего страшного, мне кажется, поэтому пользуйтесь такой уследой. Как передавать деньги, в каком виде? Наличными или безналичными, или это не имеет значения? Принципиально это значение не имеет. Единственное, на что я бы обратил внимание, сумма, которая у вас записана в договоре, она по-хорошему должна, конечно, совпадать с тем, сколько вы фактически отдаете. Потому что если эти суммы будут не совпадать... А могут? Такие ситуации бывают. Вы в договоре прописываете, что объект продается за 100 рублей, условная цифра, а фактически вы его продаете за 200. Значит, 100 рублей у вас проходит по счету, а 100 еще из кармана в карман перекладывают. Не все любят, не все хотят платить налоги. Может быть, связано с этим, например. И на что нужно обратить внимание? Если мы говорим, опять же, с точки зрения покупателя, то кровный интерес покупателя, чтобы он не отдал больше денег, чем записано в договоре. Ну, давайте себе представим ситуацию. Что-то произошло, что-то пошло не так. К сожалению, все риски на 100% мы предсказать не можем. Всякое в жизни случается. И сделку развернули в суде. Анатолий Михайлович, вы сейчас даете инструкцию для покупателей, как надуть подаваться? Нет, наоборот. Я даю инструкцию для покупателей, как не попасть в просаг. Потому что если покупатель отдал денег больше, чем записано в договоре, и сделку вдруг оспорили, и надо возвращать в дом продавцу о деньги покупателю, то продавец скажет, подождите, в договоре же написано 100, а не 200. Покупатель скажет, я же отдал 200. В договоре написано 100, возьми 100. В общем, мы за чистоту сделки. Вот сколько в договоре написано, столько денег не несите. А иначе потом могут быть проблемы. Не обязательно, но могут. И тогда вам точно к ним. Но уже дороже. Но уже дороже.